Я уже смотрел, а там радиуса нету в парковке. Если ты берешь из Москвы, то нету, если ты берешь там местное, то есть. Они же все по зонам. Ты не пропадаешь, потому что у меня плохая связь немножко подтормаживает интернет. Мне нужно танцевать, чтобы он не тормозил. Вот, смотри, я Наде отправил ссылку твою по поводу кастинга. Она, в принципе, посмотрит, тебе пишется. Этот, ты Оскару-то написал? Оскару. Оскар, ну что, он сейчас едет в Чехану работать? А что написал? Нет, но он до 11, а потом едет в Мираклаб. Да, но он не будет подходить к твоей просьбе, это же понятно. Ну, как он может подойти, сам понимаешь. Он мне сказал, что он подойдет. Если будет возможность, подойду. Ну, вплоть до того, если он будет... Ну, ты сам поставь его на его место, как он подойдет. Ну, они обычно, знаешь, люди такие, эшелон, они не будут такой ерундацией. Если бы он был знаком, мы его одно дело, а тут, как бы, подойти, записать видео, прощение, ну, нет. Скорее всего, не получится. Он, можно сказать, слышь, иди сюда, мне видео надо снять. Я ему сказал, как бы, возьми максимальную информацию, снимись, фотографии там, как бы, сделай, как-то, я не знаю, ну, чтобы просто познакомься. Так, в принципе, я со многими звездами работаю, с «Рас-Расой» работаю, с «Братьями» добро работаю, с «Клавой Копой» работаю. То есть у меня много топовых диджей, у этих попострадников, с кем мы делаем всякие ремиксы. В принципе, многие хорошо, как бы, идут на контакт. Редко кто не пишет, либо ли редко, то что-то там. Ну, твои же треки играют пока что на, это, радио-рекордс только, правильно? Да, по-разному. Слушай, я уже на радио не делаю никакой ставки. Радио сейчас пошло на третий фон, потому что у них ограниченная аудитория, и больше стриминговые сервисы, это Spotify, Яндекс, Google и все такое. Они лучше всего отрабатывают и делают прибыль. А радиостанция – это как имидж просто, может влиять, может являть. Опять же, там все по формату, и сидят свои диджеи, а кого-то, кого-то нет. Ну, то есть такая достаточно. А ты на эти деньги ездишь? На Пионер ТВ и так далее? Вот то, что у них лайфы приходят в прямом эфире. А, Пионер ТВ, да, кстати, я связан с ними, они должны были пригласить. Не знаю, надо написать им просто, как бы, не до этого. У меня там есть знакомый, типа, редактора, ну, который с командой расписывает лайнапы, вот. Антоха зовут, я могу ему написать и скинуть твою ссылку. Он явно тебя знает. Да, да, я тоже, думаю, знает. Я с удовольствием поработаю. Ну, если выступать, то, наверное, с братом лучше вдвоем. Ну, с братом, ну, ваш проект. Да, с братом лучше вдвоем, да. Интереснее вдвоем нас узнают, более динамичный. Один я уже везде один, один, один. Поэтому вдвоем есть, все-таки, близнецы, это круто смотреться, тем более. Ну, тем более, если близнецы, это вообще прикольно, он может остаться в своем имени. Мне кажется, я стал карим. Да, 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 да. А ты сегодня где работаешь? В Балашке, помню, да? Да, в Интере, которая сейчас... Я туда писал в личку, они читают, даже не отвечают. То есть, как бы, менеджеры, видно, некомпетентные, как бы. Это не менеджеры, это хозяйка сама. Ну, вполне возможно. Мы вчера с ней видели, и мы вчера с ней не видели. Ну, видишь, что ей пишут нормальные ребята, а можно хотя бы там ответить или нет? Не, она теперь в ближайшие несколько часов еще не ответит по одной простой причине. Хоть ты, что я отправлял, по-моему, месяц назад посмотрел, я уже переписку, мы с ней уже давно переписли. Я давно отправляю ей сообщение, но не отвечает, но не отвечает, не отвечает. Придет время. В WhatsApp написал, она увидит, по-любому ответь хоть что-то, но в ближайшие несколько часов не ответит. Знаешь, почему? Я не пишу номер телефона, я пишу в личку в Инстаграм. Так я же тебе отправил. А, ты мне отправил точно, точно, точно. Вот, в ближайшие несколько ответит, потому что мы с ней до часу... Я еще не написал. Да, так что она в часиках десяти только идет. Я просто знаю, что я не бухаю, я не пью и не курю, поэтому... Не, я всегда напрямую, если есть возможность, не с артами, не с менеджерами, а сразу с хозяином решаю вопрос. Ну, конечно, это в идеале. Ты мне ссылку скинул, я сразу тебе номер хозяйки отправил, как бы есть. Ага, все, я понял тебя. Но я еще не написал, напишу ей. Ну, ладно, мне сейчас пока хватает потекуньку. Не, я тебе час сейчас отправлю честно, я не помню, как называется клуб, но он находится в городе Дмитров. Вот, кстати, Дмитров, это, по-моему, Подмосковье ближайшее. Да. Вот, там... Там хозяин Гамлет. Вот. Или такой диджей? Ну, я ему писал, он сказал, мне больше интересно, как DMC, либо диджей. Так мы MC не зовем. Вот, я тебе рекомендую... Какое-то дело времени, сегодня и завтра пригласят. Да, 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 да. Я тебе номер скину, почему бы нет, напиши, может, позову. Номер, ты, если в хороших отношениях, ты можешь после ссылки скидывать, рекомендовать. Рекомендация лучше всего работает. Да, как рекомендация? Да, иногда приезжает, когда директор, либо управляющий, кого можешь рекомендовать. Не, я с ним не виделся, понимаешь? Я так вот удалил. Я написал, он не ответил. Типа, я хочу к вам приехать. У нас либо DMC, либо диджей. MC нам просто не нужны. Ага, ясно. Ну, нормально. Сейчас, слава богу, клубы просыпаются, хотя бы пандемия более-менее спала. Вот почему? Ну, отправишь ему в WhatsApp, это, своего промо, я тебе номер дам, его отправишь в WhatsApp, а почему бы и нет. Давай. Слушай, Ярослав, я одеваюсь, мне надо выезжать. Да, давай, сейчас тогда. Хорошей сегодня тусовки, вот, завтра у меня большой ивент, это, великие люди, вот это, мероприятие, с утра до вечера, в понедельник созвонимся, порешаем. Сейчас я тебе в WhatsApp, да, да. Всем, 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 кто там на связи, всем хорошей субботы, всем отличных, жарких выходных и, конечно... И самое главное, не потеряйте мне в саду. Все, я сейчас тебе в WhatsApp скину номер Гамлета, давай, пап, на связи. Спасибо. 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 Спасибо.